Халгестар. Пришло время через сито истины пропустить то, чем на самом деле занимался народный губернатор. Чем же таким запомнился коммунистический светлячок, залетевший в пустую, почти безлюдную, холодную Хакасскую пещеру? Самое главное, не касайтесь потолка. Это что это делать? Типа сатанисты какие-то? Парни, а вот сюда идите сейчас. Сначала в конце года он выдал премии всем своим подчиненным. Оставил детей без новогодней елки два года подряд. Снизил прожиточный минимум, облегчил чиновникам получение льготных квартир, пригласил на работу только варяг, убил мэра столицы Хакасии и отобрал деньги у абаканцев. Взял миллиардный кредит, отдыхал на форуме в Сочи, пока Черногорск замерзал. Против него собирают подписи жителей Хакасии, а муниципальные образования стоят на коленях перед Москвой. Чтобы выжить, так как Коновалов не справляется со своей работой. Фу на вас, фу на вас еще раз. Сейчас на одну минуту вы окунулись в фекалии, которые распространяются средствами массовой информации, усердно так создающимися в течение года. Если хоть один из пунктов, который я назвал вам, показался правдивым, то поздравляю. Тулула, тулула, ложью голову надуло. Ла-ла. Срочно лечиться. Целый год лил кислотный дождь, как со стороны федеральных СМИ, так и региональных писак. Наше правительство подписало постановление об увеличении с 1 сентября базовых окладов педагога. У тех, кто работает в школах, они вырастут на 18%, а у сотрудников детских садов на 10%. Таким образом, в среднем получать педагоги в Хакасии будут на 3-4 тысячи рублей больше. Ну, за учителей можно порадоваться, зато правительству можно только посочувствовать. Средняя цифра в 3-4 тысячи рублей на каждого педагога в общей массе учителей и воспитателей в Хакасии – это десятки, если не сотни миллионов рублей, которых, если в бюджете нет, а их нет, то это не проблема Москвы. Это головная боль главы и его правительства. Миллионы он обязан где-то найти. А не получилось, у президента, согласно поправке в Конституцию, есть право наказать его снятием с должности с позорной формулировкой в связи с утратой доверия. Но вот, казалось бы, отличные новости. Учителей поднимается заработная плата. Молодец, Коновалов, и молодцы его команда. Но нет, надо вывернуться наизнанку. Совесть и душу засунуть подальше в погреб. Взять чистый лист бумаги и испоганить его подобной тарабарщиной. Каких только извращений и манипуляций мы не наслушались. Если взять все новости и перемотать их с сегодняшнего дня до момента вступления Коновалова в должность, то получится ощущение, что у нас не губернатор тут, а внебрачный сын Урсулы и Гитлера, который по ночам роет угольные разрезы. С утра молится Сталину, стоя на коленях вместе с Грудининым и Зюгановым. В обед раздает баснословные заработные платы, берет кредиты и отбирает деньги у абаканцев. А вечером только и делает, что копает картошку, стряпает драники и параллельно убегает от военкомата и голодающих жителей Хакасии. Я допускаю, что кто-то не уловил сарказм, но Коновалов молодец. И в предыдущих роликах мы рассказывали почему. Я хочу лишь проехаться по самым идиотским новостям и рассказать, как они делаются. Почему категорически запрещается их смотреть и читать газеты. Как мы знаем, Валентин Коновалов просит российское правительство помочь закрыть нашу бюджетную дыру. Но есть нюанс. По соглашению с российским Минфином Хакасия может рассчитывать на федеральную помощь, если наши власти ее заслужат. Заслужат ростом республиканских доходов, сокращением расходов и сокращением госдолга. Полтора миллиарда рублей из Москвы, которые обещал Валентин Коновалов во время своей прямой линии, могут и не прийти в декабре. За деньгами в Москву летала министр финансов Ирина Войнова, но вернулась в Хакасию с пустым карманом, пишет Айс. Напомним, цифру в полтора миллиарда Валентин Олегович смело озвучил на своей прямой линии. Бюджетники Хакасии до нового года зарплат не получат. Федеральные власти отказали правительству республики в дополнительном субсидировании. Напомним, губернатор Валентин Коновалов на прямой линии заявил, что совсем скоро регион получит деньги из Москвы и муниципалитеты покроют долги. Ждали сумму в полтора миллиарда рублей. Именно столько нужно Хакасии, чтобы хоть как-то стабилизировать экономическую ситуацию, которая сегодня близка к критической. Счета сблокированы, не хватает денег на заработную плату. Но средств из федерального центра в этом году не будет. Хакасское правительство не показало свою результативность в работе. Разумеется, что деньги из федерального бюджета поступили. И порядка 50 видеосюжетов на протяжении 5 месяцев и более чем 139 сообщений на этот счет в иных пустозвонческих СМИ оказались откровенной ложью. Два транша. Первый 416 миллионов рублей. Второй транш это 349 миллионов рублей, который мы еще не получили, но он нам распределен. Распоряжение правительства Российской Федерации есть. Более чем 700 миллионов получили дополнительно к бюджету. Просто этот процесс получения денежных средств занимает кое-какое время. Ну, вы сами попробуйте хотя бы 10 миллионов заработать за полгода, а потом мне расскажете, насколько неправильно Коновалов миллиарды находятся. Надо бы вот взять порадоваться, сказать, молодец. Но нет, теперь он мало получил и вообще не надо нам столько, и зачем нам столько, и вообще надо было ничего не получать. Надо было не просить эти деньги и не гасить кредиты и госдолг на браты предыдущей власти. В общем, кошка бросила котят, Коновалов виноват. Деньги-то он получил, но вот как-то не так, вот он их получил. Просто скажите мне, кто в это вообще поверит? О какой репутации канала и СМИ в целом может идти речь? При этом возможность найти 700 миллионов в своем кармане у республики была. Можно было не вносить платеж по бюджетному кредиту, сказал полпред. При службе правительства сообщили, что есть информация о том, что Хакасия получит 350 миллионов рублей с федерального бюджета. При этом к выделению второго транша не имеет отношения ассоциация глав муниципалитетов, которая написала два письма в Москву с просьбой дать деньги республики. Подчеркнули в пресс-службе. Деньги добыло само правительство и депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова. Официальной бумаги о выделении дотаций пока нет. Если эти 300 миллионов Хакасия получит, то всего будет около 760 миллионов федеральных денег. Только вдумайтесь, 700 миллионов. Что не так? Сегодня кинули эту подачку, 135 миллионов. Мы начинаем делить ее. Теперь им мало. Какие-то союзы показушные стали устраивать. В общем-то, обычный такой театр без зрителя. Точкой зрения своей эксцентричной делятся. Вот я ляпну. И ляпай. Но ляпай уверенно. Тогда это называется точкой зрения. Вот я, грубоват, правда? Да, это и есть. А у них это называется эксцентричностью. На том и стою. Верно, девчонки говорят. Неси фигню с уверенным лицом. Народ будет думать, что и правда. Губернатор-то у нас подтраивает. Да только забыли вы, что 2020 год за окном. И за каждое ваше слово отвечать придется. Товарищи, у меня все ходы записаны. Все записано, все сохранено и аккуратненько разложено на твердотельном накопителе. Так жить на 8 с половиной месяцев нельзя, господа. А мы сидим здесь, перепираемся. Ну как можно так вот жить просто? Нас не приглашали, когда формировался бюджет 2020 года. Сегодня кинули эту подачку 135 миллионов. Мы начинаем делить ее. Сначала не надо. А теперь заберите свои деньги. И побежали по телевизору рассказывать, как не нужны подачки от Коновалова. Выпустили более 10 роликов и сообщений 100, наверное, дали в газеты и на сайтах. А потом на закрытом совещании просят денег обратно. Больше 50 миллионов рублей задолжал Аскизский район поставщикам коммунальных услуг. Прежде всего речь идет о социальных учреждениях, школах, детсадах. Счета заблокированы, платить нечем. Так кратко охарактеризовал положение дел в своем районе, обрекчил Тагмашев, в ходе сегодняшнего селекторного совещания. Я обращаюсь к вам, чтобы вы оказали помощь. Вот именно для того, чтобы у нас отбитый сезон в районе прошел без эксцессов, спокойно решить вопрос по разблокировке школ. В общем, вот такой вот волокитой мы целый год тут занимались. Я вообще реально не помню ни одного правдивого выпуска по ТВ или в информационных агентствах, где бы действительно что-то было толковое, такое рассудительное и непродажное. Ну я, разумеется, имею ввиду, кроме Шанса, РТС, 19 трус, ну еще там парочки. Вот, кстати, еще один пример деградированной фантазии крупнейшей телевизионной компании «Хакасии». Валентин Олегович Коновалов, он же не соблюдает законы. И как бы по закону муниципалитеты, они же не зависят от республики, получается. И я не хочу, чтобы город Абакан отдавался вот серому дому. Статью вчера как раз-таки прочитала насчет этого и вышло вот, у меня все это будоражит. Речь идет о статье, которая появилась на сайте агентства информационных сообщений накануне. В ней рассказано о том, что регион хочет забирать деньги у города. Даже приведена цитата Николая Булакина. «Если они это сделают, я не доживу до ноября». Конец цитаты. Это стало последней каплей, и юная Ангелина Ковальчук нарисовала плакат и перед школой вышла к зданию правительства. Статья, которая вывела Ангелину к Серому дому, рассказывает об отрицательном трансферте. С его помощью республика вправе отщепнуть из городской казны почти миллиард рублей, 40% бюджета, а это нет ремонтом, дорогам, стройкам и льготам. Рядовые жители выходят в одиночные пикеты и собирают подписи против правительства. Вот такие листовки расклеили на улицах Абакана. Поводом стала информация о том, что Серый дом хочет применить отрицательный трансферт в отношении столицы. Другими словами, забрать из городской казны на нужды республики часть средств, так как сам не в состоянии найти финансы и справиться с кризисом. Все в рамках закона, однако на практике такая мера применяется крайне редко. Известны лишь единичные случаи. Эта новость буквально потрясла горожан, особенно остро они восприняли ее после утраты градоначальника Николая Булакина. Правда, Валентин Коновалов и министр финансов Ирина Войнова поспешили опровергнуть информацию с формулировкой, мол, и в мыслях не было залезть в карман Абакану, документы лишь приводили в соответствии с законодательством. И все бы ничего, вот только жители республики хорошо усвоили, чем заканчиваются обещания губернатора. Началось, не стало хозяина. Так и не станет Абакана, как и Черногорск упадет на колени. Из всех утюгов шла эта тема. В каждом информационном агентстве кричали. Коновалов чуть ли не убил Булакина. И чтобы отобрать деньги у абаканцев, на каждом столбе висели эти листовки, на любом перекрестке раздавали дешевые газетенки. Но если перемотать на пару месяцев вперед, то окажется, что это очередной фейк. Отрицательного трансферта не будет, сразу вам говорю. Вот как там Борис Николаевич Ельцин все время говорил, что ляжет на рельсы, правда он потом не лег на рельсы, а вот я лягу на рельсы, если мы введем отрицательный трансфер. Не будет этого никогда. Мы просто приводим наше республиканское законодательство в соответствии с бюджетным кодексом. Там появился вот этот новый коэффициент 1,3. Мы его сейчас перенесли в наш республиканский закон. Просто в общий рамочный закон, который касается всех муниципальных образований, не касается отдельно Абакана. Я должен поставить точку, а вот наша коллега с другого телеканала, которая теперь переехала в другой регион, помогает другому главе делать, видимо, выборы. Господину Развожаеву в Севастополе, он в ранге ИО еще там находится. Ну вот, видимо, будут делать выборы. Она в заключительной своей программе рассказывала популярно, на цифрах объясняла, что все-таки республика могла оставить и 30%, а не 1,3. Могла, но не собиралась. Понимаете? Мог, но не собиралась. Я могу сейчас выйти на улицу и убивать 20 человек. Могу убить 30 человек, могу убить одного человека. Но я не собираюсь сделать вообще это, в принципе. Я сегодня не убью ни одного человека. И то, что я мог вообще когда-то сделать, не надо мне ставить вину. Потому что я не собирался это делать. Но вы великий демагог, конечно. Нет, извините, но это, ну, бля, это самое. Ну, мы просто не можем вот так вот рассуждать с вами. Но это неправильно. Это заместитель Коновалова Николай Миронов. Правильно, кстати, мыслят. Коновалова обвинить на самом деле здесь и не в чем. И некоторые господа, судя по всему, из-за отсутствия трех факторов. Совести, фантазии и денег начинают выдумывать косяки Валентина и накручивать на колеса старой деревенской телеги коровьи-лепехи. С таким же успехом можно было сказать, что Коновалов вообще-то вышел из преисподни. А через три месяца сказать, о, не-не, подожди, он не выходил из преисподни, он пришел с планеты Нибиру. А затем опять прошло три месяца и сказать, нет-нет-нет, не с Нибиру, он вообще-то украбандеровец. Хакассия уже этой зимой может превратиться в настоящее ледяное царство. Через несколько дней в республике грозят ограничить подачу электроэнергии в котельные. Это значит, что они просто прекратят работать, а трубы в домах так и останутся холодными. Долг перед энергетиками уже перевалил за полмиллиарда. Местные жители, вспоминая, как по этой причине замерзали прошлой зимой, уже сейчас думают, куда бы бежать. Почему такая ситуация повторяется вновь? Мы больше чем полгода снимали фильм и не вещали. И за это время враги республики показали свою душу. Они, чтобы достучаться до вас, до зрителей, не боясь ничего, открыли свое сердце. А там оказалась плесень, пин-коды от кредитных карт, сломанный компас и этот запах, знаете, из 90-х. Такой привкус свеженапечатанных баннеров и листовок, смешанный с ароматизатором из аномарок. В общем, устарели они. Интернету неинтересно, бабушкам неинтересно, детям с их тиктоком вообще до лампочки. Как и вся эта эпоха поле чудес, сам себе режиссеров подошла к концу, но они все еще надеются, что кто-то где-то там им поверит, что есть люди, которые молятся на телевизор. Но увы. Если правительство не справляется со своей работой, тогда оно должно в соответствии с законом было взять вот этот вот кредит. Да, это позорно, это стыдно, но правительство по сути находится перед выбором. То есть, красиво рассказывать, что мы снизили госдолг на миллиард, там сто, такие вот успехи достигли, да, и при этом муниципалитеты в долгах, у нас кредиторская задолженность, 5 миллиардов, из них 3-2 просрочены. В Минфине пока ситуацию не комментируют, известно, что принять решение нужно в считанные дни. Тогда есть шанс успеть до новогодних праздников рассчитаться с людьми хотя бы за ноябрь. Между тем, в муниципалитетах надеются, что в сером доме найдут время подумать не только о собственных праздничных премиях, но и наконец-то вспомнить о своих непосредственных обязательствах перед жителями республики. Разумеется, здесь все разрулили и привели в порядок. Это рабочий процесс. Вся эта история мне чем-то напоминает то, что если вдруг разбудить в 3 часа ночи людей и заорать, «Караул! Солнце не встанет! Скоро опустится температура до минус 50, и в Хакасии будет хуже, чем на Северном полюсе!» Люди, конечно, поверят, начнут собираться, слушать внимательно таких информаторов, но в 6.20 солнце поднимется, и песню на следующее утро такую слушать уже не захочется. Но они тоже это знают, и начинают в обед кричать, что Коновалов остановил солнце, и ночь не наступит. «Мы все умрем от жары!» Но в 21.21 солнце садится. И становится просто уже интересно, а какую сказочку нам расскажут завтра. Но теперь мы будем с вами вместе наблюдать и раскладывать все по своим местам. Спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментарии простую фразу «Мы не дадим змеюкам испоганить великую Хакасию». А этот ролик хочется закончить вот этой фразочкой. «Он никогда не поступал против справедливости и всегда отвечал за свои слова. Так вот, я отвечаю за свои слова. Дальше выбор за вами. Все. Благодарю за внимание». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...